здравствуйте вот такой тортик сегодня мы с вами спечем своими руками в домашних условиях не составляет никакого труда поверьте попробуйте и у вас все получится начинаем сегодня делаем бисквит в домашних условиях это самый легкий торт который можно украсить и будет нарядно выглядеть на вашем столике я взяла 10 яичек отделила белки от желтков и сейчас начинаю взбивать белки так как миксер гудит я полностью процесс снимать не буду буду вам по частям взбиваем белки до густых пиков белки добавим вот столько соли и начинаем взбивать миксером миксер у меня не совсем мощный вот слабенький 350 но пике уже начали получаться заканчивается процесс взбивания белков вот мы когда вы поднимаете и белок не тянется он держится уже можно не взбивать будем добавлять сахар вот эти но миска должна была быть абсолютно сухая вот ложечка если взять то на ложке держится значит это белки хорошо взбитые теперь мы добавляем сахар нужно взбивать и второй рукой добавлять постепенно сахар так по чуть-чуть взбиваете и понемножку сыпем сахар и нужно взбивать до тех пор пока сахар не растворится в белках теперь в эту нашу смесь добавляем ванилин можно ванильный сахар но у меня ванилин ванилина надо намного меньше добавлять сахар целый пакетик а ванилина меньше можно чайную ложечку и продолжаем взбивать наш бисквитный торт когда поверхность нашего взбитого белка появляются вот такие красивые узоры наш белок уже взбился хорошо ведь я переворачиваю миску вверх ногами и он не падает в любом положении так так тоже взбитый белок теперь мне нужно добавить в этот белок желтки но желтки нужно добавлять строго по одному если мы все сразу добавим торт может сел то есть миксером взбиваем и по одному добавляем желтки и перемешиваем аккуратненько скорость уже уменьшаем не спеша и одной рукой все тело теперь в это взбитый белок уже с желтками можно добавить стакан муки муки вот я набрала 200 грамм если вот мука написано зафиксировать ладно поверьте мне вот это 200 грамм и берем также как желтки только перемешивать будем не миксером а ложкой одной рукой берете ложкой перемешиваем и добавляем по чуть-чуть муку так как тесто может сесть она очень нежно и может сесть и у вас бисквит не поднимется в духовке делайте мои с моими рекомендациями у вас все получится теперь берем формочку которая вам удобно застилаем пергаментом для того чтобы ваш бисквит легко вышел из формы так можно посыпать манкой смазать маслом теперь бисквит ставим в духовку духовка у меня холодная можно нагретую я ставлю на 25 минут 250 градусов вверх-вниз но это не точно 25 минут это приблизительно бисквит я достала очень хорошо он испекся разрезала на три части вот один и вот ребенок мажет помогает мне тортик делать сейчас мы его украсим я покажу что получилось хватит за давай на следующий будем уже накладывать это уже лишняя понимаешь я положила второй корж и сейчас мы с моим милым внуком украсим тортик вот он ведь уже насколько высокий а еще будет третий корж вот такой замечательный тортик у меня получился посмотрите какой он высокий на высоту руки правда у меня не получилось что подписать я же не профессиональный подписатель они поместились нижние буквы рождения а так все благополучно видите шоколадка застыла эти полосочки я делала так и делаю растопила шоколад поставила микроволновку ложечку чайного молока и масло сливочного и затем в кулечек маленькую дырочку сделала и подписала очень удобно вот с днем хорошо получилось а рождение у меня не поместилось так во внутрь что я делаю коржи я вам рассказывала делила на три части первый слой ничего не делала пропитала кремом такой чтобы он влажненький был мокренький а вторую часть сверху намазала кремом и положила выложила клубничкой а вверх я украсила кокосовая стружка крашеная продавалась зеленого цвета у нас синяя и зеленая всяких цветов белая и очень даже ничего так получилось а крем я делала две пачки сметаны 220 процентный и баночка сгущенного молока все сбила сахар не добавляла ничего не добавляла ванильки и такой крем крем обалденный получается в общем пробуйте делайте девочки у вас все получится надо только верить что она действительно все получится всем спасибо за внимание всем удачи всем пока завтра будем пробовать сегодня не будем резать всего вам доброго а 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 он я Субтитры сделал DimaTorzok